Здравствуйте, мои дорогие гости, гости моего дома. Я сегодня очередной раз рада видеть вас на своей кухне. Сегодня так пасмурно, такой день хмурый, осенний. Мы будем делать прекрасные сырники. Я не знаю, для утреннего приема пищи сырники это очень вкусно. Вообще еда должна быть очень вкусной. И если у вас нет возможности кушать вкусно всегда, и в обед, и ужинать, и пятичасовой чай, чтобы у вас был, ограничитесь завтраком. Пусть ваш завтрак будет очень вкусным. Пусть он даст заряд на прекрасный продуктивный день. И пусть все получится. Начинаем? Светлана, у меня к вам вопрос. Сейчас такое огромное количество курсов в интернете, и хочется заниматься всем. И варить сварку, и вышивать, и маркетплейсы изучать. Вот мы уже всему научились. Вопрос. Как сейчас нам пользоваться этими знаниями? Ну, Лера, это хороший вопрос. Действительно, рынок образования, рынок онлайн-образования, он бесконечный. Про сварку хорошо сказала. Про счет вышивать тоже. Так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, во-первых, это очень классно, если вы развиваетесь и в себя вкладываете. Ни о чем не жалейте, даже если то, что вы изучили, в какой-то момент не применяется в повседневной жизни. Это не важно. Это не важно. Вот для того, чтобы как-то систематизировать те знания, которые вы ежедневно получаете, нужно уметь отвлечься, понимаете, от учебы. Нельзя загонять себя и превращать прекрасный процесс образования в тупую рутину. Ну, для того, чтобы я могла, например, где-то в коллективе сказать, ну, я сегодня крестиком научилась вышивать, ай-яй-яй, какая я хорошая. Мы учимся не для этого. Все знания дают нам внутреннюю уверенность и развивают, расширяют наше мировоззрение. Так вот, для того, чтобы не потеряться в своих же знаниях, нужно, на мой взгляд, я хочу сказать, что это не только мое личное мнение. Есть два варианта. Первое – это спорт. Непременно нужно заниматься спортом. Спорт дает ту энергию, которая зачищает наш мозг. И когда вы заходите в тренажерный зал, в бассейн, на йогу, убираете телефон, хотя бы два часа у вас выключен телефон. И вы занимаетесь только своим телом, спортом, своими внутренними убеждениями, которые нужно чистить. Понимаете? То есть спорт. Запомнили. Если вы еще не занимаетесь спортом до сих пор, ну, по какой-то причине, вам кажется, что вам-то уж точно это не надо, попробуйте. И вы увидите, какой заряд энергии появится у вас. И как по-другому вы будете смотреть на привычные вещи. Прежде чем закончить ответ, Лера, на твой вопрос, я расскажу, что я делаю. Как у нас сырники получатся волшебные? Это не просто уровень ресторана, это уровень очень хорошего ресторана. Во-первых, складываем все, что осталось в холодильнике. Творог, который завалялся, сметана, молочные сыры. И вот все, что у вас осталось в молочке, все складываем сюда. Добавляем немного цедры лимона, только потому, что у меня нет апельсина и нет ванили. Но это даст нам такой чуть-чуть кислинку, прекрасную осеннюю. Добавляем соль и сахар. Добавляем яйцо. И когда вы сложили все ингредиенты, вы пробиваете все погружным миксером до прекрасной однородной массы. Вот вы обратили внимание, что я абсолютно все делаю на глазок. У меня есть, конечно, весы и есть понимание, как ими пользоваться. Но чаще я интуитивно чувствую, что мне надо положить и что сделать для того, чтобы результат был приятный. Итак, мы сделали тесто и накатали условные сырники, такие заготовки. Сейчас мы их еще сформируем. А теперь главное, чтобы сырники получились, нужно правильно разогреть сковородку. Мы в нее налили подсолнечное масло. Например, моя мамочка, она еще добавляла крестьянского масла обязательно в перемешку, чтобы не горело. Но мы этого делать не будем. И мы все-таки на зоже все здесь условно. У меня очень крутая индукционная плита. Она мгновенно разогревает все. И тут такая тема. Нужно накалить сковородку, а потом нужно убавить прямо наполовину. Вот если я на 9 накалила, я убрала до 5. И только после этого я начинаю закладывать сюда наши сырники. Они очень нежные такие получаются, чудесные такие сырнички. Тут, конечно, есть опасность не доложить чуть-чуть муки. Я постоянно экономлю на муке. Мне все время хочется, чтобы было меньше муки. Тогда я думаю, что я не поправлюсь, если у меня не будет муки. Ну, это на самом деле не так. Мука, она, конечно, нужна. Но все должно быть в меру. Мы панируем вот так вот наши сырники и формируем их. Они такие становятся очень хорошенькие. И выкладываем их на сковородочку. Если ваша сковородка будет перегрета, они у вас сгорят и не прожарятся. И они не будут красивые. А сейчас вы увидите, какие красивые будут. Для меня очень важно, чтобы еда была красивая. Ну, это, видимо, мое ресторанное прошлое. Все-таки рестораторы бывшими не бывают. Так, мне уже нравится, как это все выглядит. И мы сейчас заканчиваем формирование. Вот еще два у нас войдет сырничка сюда. Так. Вот, посмотрите, они уже хорошенькие. Вот последний сырник. Мы сейчас в центре его положим. И жарим. Вот так. Отлично. Просто отлично. Все хорошо. И мы начинаем сервировать. Продолжаем наш завтрак. Приготовление его. Сырники получились прекрасные. Пробуйте сделать их у себя дома. И к ответу на главный вопрос сегодняшнего утра я хотела бы закончить. Спорт и творчество. Если вдруг вы поняли, что вам нужно перезагрузиться, вам нужно как-то обнулиться в голове, займитесь творчеством. Ну, не знаю, лепите, рисуйте, мажьте что-нибудь по стенам. Творчество и спорт. Вот это как раз тот баланс, без которого невозможно быть всегда в тонусе. Понимаете? Всем приятного аппетита. Я вас жду на наших завтраках в моем доме, на моей кухне. И хорошего вам дня.